Если до сих пор для удаления невризма головы врачей из столичного института неврологии и нейрохирургии делали разрез, то на этот раз они применили революционный оперативный метод. У пациентки была удалена гигантская невризма головы через ногу. Доктор Ион Пригуза, который сумел совершить это медицинское чудо, рассказал нам, как медики его совершали. «На правом бедре в коже делается очень маленький разрез диаметром 2 мм. Он крохотный, не больше спичечной головки, и устанавливается длинная система катетеров. Обычно их 2-3. Делается длинная система, катетер обычно доходит до области шеи. Потом устанавливаются более тонкие катетеры, потом устанавливаются более тонкие катетеры, которые проникают во внутричерепную систему для установки ещё более тонких аппаратов». Пациентке было установлено устройство, называемое Fly Diverter, и это единственный шанс для её выздоровления. Современный аппарат был привезён из США. «После этого все устройства удаляются, артерия закрывается, и у пациента на 3 или 4 дня остаётся маленький след на коже, размером со спичечную головку, которая потом заживает». Пациентка, о которой идёт речь, 71-летняя Алла Шаруп из Приднестровья. Женщина была недавно выписана и, по словам врачей, чувствует себя хорошо. Мы пытались связаться с Аллой Шаруп, но на наш звонок она не ответила. Иону Пригуза, нейрохирургу, которому удалось провести эту революционную для Молдовы операцию, всего 33 года, и рядом с ним была целая команда специалистов. Перед операцией молдавский нейрохирург консультировался с профессорами из Японии и Турции, которые посетили Институт неврологии и нейрохирургии в Кишинёве. «Я не ожидал, что уровень обучения нашей молодой команды, которая провела эту операцию, от старта год назад и дошёл сегодня до одной из самых сложных операций в эндоваскулярной хирургии. Они учились на Украине, в Киеве, в Институте нейрохирургии имени Рамаданова, а затем проходили стажировку в Швейцарии и Венгрии». Устройство, с которым работает команда врачей во время операции по удалению аневризмы, минимально инвазивным методом, выдаёт дозу радиации. Поэтому вся бригада в операционной, а в антирадиационном защитном снаряжении весом 30 килограммов и ещё в защите от коронавируса. Стоимость сделанной операции — 260 тысяч леев, и она была покрыта за счёт средств в Национальной компании по медицинскому страхованию. Продолжение следует...